Привет, друзья, с вами Ваймс, и это ПВ-пятница, и это War Thunder, в который я в прошлый раз на ПВ-пятнице играл, по-моему, в самом первом выпуске, может быть во втором, где-то в самом начале, и это было примерно год назад, и тогда это были самолёты, сейчас это танки, и правда, с тех пор я в War Thunder практически не играл, вернулся я в игру примерно, там, не знаю, неделю-полторы, может быть, назад, но, тем не менее, за эту неделю-полторы я поиграл довольно много, открыл себе Тигра, и всё такое. В общем, сегодня я буду играть в танковые реалистичные бои, но перед тем, как идти туда, я хочу пару вещей про управление и про прочее рассказать. Вообще, если вы, во-первых, не в курсе, что такое War Thunder, возможно, такие люди есть, это танково-самолётный симулятор про относительно Вторую мировую, тут есть и более поздние вещи, там, вплоть до, не знаю, 60-х, 70-х годов, но по большей части всё-таки Вторая мировая. По сути, играет основной конкурент в World of Tanks, и, на мой взгляд, War Thunder намного лучше, но хотя смотря в чём, как бы, если вы хотите какой-нибудь там сбалансированный мультиплеер, где решает на 100% скилл, то, может быть, World of Tanks даже ближе к этому. Ну, здесь всё-таки немножко больше всякого, не то чтобы рандома, но всяких неожиданных ваншотов и прочего. То есть, когда вас ваншотят непонятно откуда, не особо получается среагировать, а вас обычно ваншотят непонятно откуда. Но зато всё весело, интересная система повреждений, и в целом есть у геймплея интересные детали. Но перед тем, как с этим разбираться, я хочу зайти в управление, потому что управление по дефолту немножко странное. В частности, по дефолту не выставлены бинокли никуда, а по дефолту на колесе мыши ось приближения, которая не нужна. Вот, дальность прицела немножко полезнее, об этом я немножко потом покажу, что это значит. И также дальномеры подсветки прицела — это ещё важные вещи, которые стоит куда-нибудь поставить. Ну, относительно важные вещи. На самом деле, и то, и другое довольно редко используется, но полезно. И ещё одна деталь. Не столько для того режима, в котором я буду, не для реалистичных боёв, а для аркадных. Стоит убрать с правой кнопки сопровождения цели, потому что оно бесит. И вместо этого поставить на правую кнопку в общем управлении приближения, где-то здесь, да, приблизиться. Так, на мой взгляд, намного удобнее. Просто чтобы вы знали, что у меня с управлением, потому что некоторые вещи по дефолту, опять же, не выставлены никуда. Например, бинокль, без которого в реалистичных боях играть не получается. Ну, получается, конечно, но очень хреново. Ну да ладно. В общем, что касается самой игры, я вроде бы примерно рассказал. Здесь есть воздушные бои, танковые бои. А в аркадном и реалистичном варианте то и другое. Я играю танковые реалистичные и воздушные аркадные. Больше никуда я не хожу. Танковые аркадные совсем дурацкие. И там потолок скилла настолько низко, что там просто неинтересно играть. В чём вообще разница? В аркадном режиме, во-первых, все вражеские танки, которые в радиусе от... В довольно большом радиусе от любых союзных танков подсвечиваются на карте, на экране. То есть нельзя там подкрасться незаметно с какого-то неожиданного угла. Про вас все всегда будут знать, потому что вы просто подсвечиваетесь на карте, когда вы там в полукилометре от какого-либо противника. Это, во-первых, очень портит потолок скилла. Во-вторых, там конкретно показан прицел с учётом баллистики и с учётом пробоя. То есть когда я навожу на вражеский танк, я вижу, куда конкретно попадёт мой снаряд. То есть мне не то, чтобы не нужно целиться выше. Мне нужно целиться выше, если я далеко стреляю, но просто мне изначально показано, куда оно приземлится. Так что мне понятно, насколько выше нужно целиться. И также, когда я навожу на вражеский танк прицел, оно показывает, насколько хорошо мои текущие снаряды его в это текущее место пробьют. То есть я, по сути, вожу мышью по вражескому танку, пока крестик не станет зеленым, потом стреляю, и он умирает. Ну, или, по крайней мере, получает урон. Что тоже как-то довольно тупо. В реалистике всего этого нет. Там нужно целиться самому, нужно знать, куда целиться самому, нужно следить за тем, чтобы там из-за угла не выехал вражеский танк неожиданно. И все такое. В этом плане этот режим намного интереснее. Воздушные бои. Не знаю, реалистичные. Я как-то пару раз пробовал, и меня не очень впечатлили аркадные. Весело летать, стрелять. Но, по большей части, я все-таки в танки играю в последнее время. Также еще одна разница между аркадными и реалистичными танковыми боями. В аркадных у вас три респавна, и все, по сути. В реалистичных... Да, три респавна, и только танки. В реалистичных у вас респавны ограничены тем, насколько вы хорошо играете. То есть если я просто заспавнился, и меня сразу же убили, то я не могу заспавниться еще раз. Если я там настрелял немножко, то я могу заспавнить еще один танк. Или самолет. Потому что в реалистичных танковых боях можно также играть на самолетах. Но не в первый спаун. То есть, как бы, если... Я заспавнился на Тигре, например, настрелял там кучу народу, меня убили, и я могу заспавнить после этого самолет. Но только после этого. Или другой танк. Если же я заспавнился на Тигре, и меня сразу убили, то я не могу нифига заспавнить. Может быть, зенитку. Потому что она мало очков возрождения стоит. В общем, там такая система, что тоже добавляет авиацию в неплохом, таком интересном режиме. В прокатных боях тоже есть авиация, но она там как киллстрики, и не из моего списка, не из моего ангара, а просто какая-то рандомная выдается. Ну да ладно. Что касается того, кем и чем я играю, немцы. И у меня начало третьего ранга техники. В данном случае у меня есть Тигр H1. У меня есть Панцер 4G. У меня есть вот эта вот хреновина. Зенитка трэшевая. И самолет Юнкерс 87D3 с тремя бомбами. Тут есть небольшая проблема в этом всем, потому что матчмейтинг идет по боевому рейтингу, который внизу написан. У Тигра боевой рейтинг 5,7, у остального около трех того, что у меня есть. Это значит, что на самом деле мне эффективнее убрать этот Тигр и взять вместо него что-нибудь более трэшевое, пока я не анлокну еще что-нибудь с нормальным боевым рейтингом. Потому что я могу респавниться, правильно, когда я зашел в бой, но я не могу респавниться на том же танке. А матчмейтинг идет по наибольшему боевому рейтингу из того, что у меня есть. То есть, если у меня есть в моем ангаре Тигр с рейтингом 5,7, то меня кидает против других танков, у которых там тоже 5,7, 6,7 и так далее. По-моему, на плюс один оно может максимум кинуть. И, соответственно, я спаунись на Тигре, катаюсь там, убиваю, потом меня взрывают. И после этого я могу спауниться только на чем-то с боевым рейтингом 3,7. Что значительно менее эффективно против всяких там ИС-2 и прочей жопы кайлевльный. Так что в этом плане Тигр в текущем моем наборе это не очень удачный выбор, во-первых. Во-вторых, мне сам Тигр тоже не особенно-то и нравится, потому что он какой-то слишком трэшевый для тяжелого танка со своим боевым рейтингом. Но с этим мы разберемся. В общем, пока что я так запущу, но, наверное, после первого боя я заменю Тигра на какой-нибудь более низкоуровневый танк и пойду все-таки на 3,7 рейтинг. Ну да ладно. Ну и также Тигр у меня не полностью проапгрейджен, что тоже немножко портит его эффективность. Ну хотя основное запчасти и огнетушитель у меня есть, это уже очень сильно все меняет в лучшую сторону. Потому что без запчастей и огнетушителя играть вообще по сути невозможно. И анлочить их страдания. Ну ладно. Поехали разбираться. И убивать, наверное, или скорее умирать. Потому что, опять же, на Тигре у меня не особенно хорошо пока что получается, и он мне как-то совершенно не нравится. Окей. Нормандия. Нормальная карта. Адекватная. Есть карта, которая мне совсем не нравится, есть карта, которая мне совсем нравится. Это где-то посередине. Ну и поехали. Вот мой Тигр. Я могу на нем кататься довольно медленно. Я могу из него стрелять. У меня есть прицел. И все такое. А чем интересен War Thunder по большей части, это системы повреждений. Потому что здесь нет никаких хитпоинтов у танков. Вместо этого у них есть внутренности, которые довольно подробно проработаны. То есть я могу вот так вот посмотреть, что у меня внутри. И когда в меня попадают, нужно, чтобы снаряд пробил броню. И нужно, чтобы он внутри этой брони что-нибудь сделал. Хотя большая часть снарядов внутри либо взрывается, либо просто разделяется на осколки или что-нибудь подобное делает. Так что в этом плане, если снаряд пробил, то что-нибудь внутри он, скорее всего, сделает. Но что он сделает очень сильно зависит от того, куда он попадет, во-первых. Но, во-вторых, это означает, что большая часть попаданий, которые все-таки пробили броню, они что-то делают в плане понижения вражеской эффективности. То есть если мне пробили броню и там повредили двигатель, то я не могу двигаться. Или могу хреново двигаться, или еще что-нибудь подобное. А если мне убили стрелка, то я не могу стрелять, пока на его место не пересядет кто-нибудь другой. И так далее. Это означает, что практически каждый выстрел удачный, он делает что-то противнику, но при этом хитпоинтов у танков нет. Так что, чтобы убить танк, нужно сделать ему что-то серьезное. То есть нужно либо убить весь экипаж, либо взорвать боекомплект, взорвать топливные баки, что-нибудь типа того. От чего танк просто взорвется. Так. Меня уже откуда-то стреляют. Но я не вижу откуда. Вот этот вот бинокль, которым я сейчас пользуюсь, он очень удобен. И он по дефолту ни на какую кнопку не назначен. И это совершенно тупо. Удобен он тем, что, во-первых, у него зум сильно больше, чем у прицела. Во-вторых, обзор лучше, чем у прицела. В-третьих, точка, из которой бинокль смотрит выше, она находится наверху танка. Это как бы командир с биноклем, ну, типа, торчит из люка и смотрит во все стороны. На самом деле он не торчит, и его убить не могут, но все-таки. Камера расположена над вот этим вот люком командирским слева. И поэтому видимость в таком режиме намного лучше. Ну и также еще одна деталь. Когда я смотрю в бинокль, я не целюсь. То есть я могу смотреть в любые стороны. Зум ограничен скоростью поворота башни. Бинокль не ограничен скоростью поворота башни. Я могу смотреть как угодно. Но при этом башня моя не поворачивается. Но можно ее поворачивать в бинокль. Если я нажимаю левую кнопку, то я не стреляю, когда у меня бинокль активен. А вместо этого я просто поворачиваю прицел туда, куда бинокль направлен. Ну, задымили здесь все. Не боюсь, меня сейчас откуда-нибудь сбоку пристрелят. Да, вот так примерно. Ну, к счастью, это мне почти ничего не сделает. Мне повредило слегка пушку. Но не настолько, чтобы от этого стало хуже. Откуда вообще стреляли? А, вон оттуда. Попадание. Но без какого-либо серьезного урона. И вот это вот немножко хуже. И, видимо, я труп. Меня продамажили так, что у меня теперь пушка не поворачивается. Мне убили стрелка, так что он какое-то время будет оживать. И да, я действительно труп. Ну, это было не очень удачно. Я где-то набрал 321 очко. Не уверен, где. Ну, и вот попадание, которое меня убило. Добило весь экипаж. Или что-то типа того. Или взорвало бы комплект. Я на 100% не уверен, от чего я умер. Но от чего-то из этого. И поскольку я ничего полезного не сделала, я могу теперь заспавнить только на зенитке. Которая здесь абсолютно бесполезна. Потому что, во-первых, это низкоуровневая зенитка. Во-вторых, в данный момент, по-моему, нету врагов самолетов. Ну, что еще делать? Ай-дай. И по-нашему спавну уже стреляют. Я могу из зенитки стрелять по танкам. Это обычно ничего полезного не делает. Хотя один раз мне удалось убить из 2 зениткой. Что было... Весело. Потому что из 2 настолько бронирован, что его тигр не пробивает половину времени. А я его ваншотнул зениткой. Ну, правда, я его не ваншотнул. Он был уже довольно побитый. И ваншотнул это в том плане, что я в него расстрелял там 5 магазинов этой зенитки. И один из снарядов его пробил и взорвал ему боекомплект. Или что-то такое. Ну, да. Как-то так. И рип. Вернуться в ангар. Наверное... Наверное, стоит еще один матч запустить на тигра. И потом я его уберу. И посмотрим что-нибудь более... Более вменяемое. Более низколевленное. Более соответствующее моим остальным танкам. Ну, ладно. Восточная Европа. Мне карта намного больше нравится. Так что уже лучше. Посмотрим, что здесь творится. Я мог бы спауниться сначала не на тигре, а на чем-то более дешевом. И потом у меня будет, скорее всего, больше очков, чтобы заспауниться еще на чем-то. Но, не знаю. Что-то более дешевое здесь, скорее всего, очень неэффективно. Потому что, опять же, матч-мейтинг меня будет кидать против врагов с рейтингом 5.7 или около того. Также, кстати, еще один плюс, ну, плюс-минус, в общем, еще одно отличие реалистичного режима от Аркады в том, что в Аркаде все абсолютно рандомно в плане того, какие танки на какой стороне. А в реалистичном режиме оно все-таки делится по фракциям. То есть, в данном случае, на моей стороне Германия и Япония против Америка, Советский Союз и Британия. Иногда оно по-другому делится. Иногда там может быть, что там Советский Союз плюс Германия против остальных трех. Или еще что-нибудь такое. Но все же оно делится по фракциям. То есть, против меня никогда не будет других немецких танков. На самом деле, могут быть, потому что там есть всякие трофейные варианты у некоторых фракций. Ну да ладно. Ну, надо успеть заехать на точку до того, как ее захватят. Но, видимо, я не успею. Тигр медленный. Потому что заехать на точку, это значит получить адекватное количество очков, чтобы, скорее всего, у меня была возможность респавниться чем-нибудь. Но нет. Увы. Иногда более адекватные союзники подъезжают к точке и ждут, пока подъедет побольше танков, чтобы сразу толпой захватывать. Но в данном случае не настолько адекватные союзники у меня, видимо. Ну, куда вы уже стреляете? Видимо, куда-то туда. Я думаю, я не хочу ехать туда напрямую. Вместо этого я поеду направо. Тигр вообще не настолько хорошо приспособлен для городских боев. Так что я бы хотел слегка выехать из города и снести ограду, видимо. Окей. Вариант. Выехать из города и поехать в сторону точки А по более открытой... Ну, не то чтобы по более открытой местности, по краю города, чтобы с одной стороны от меня были дома и оттуда в меня не стреляли, а с другой стороны более-менее чистое поле. Что тут происходит? Ага, 34-ка тут происходит. А, уже мертвая. Хватит. Или это не 34-ка? Не знаю. Что-то советское. Ну, это попадание в какую-то хреновину, торчащую сзади из башни, ладно. Не думаю, что это нанесло какой-то серьезный урон. Оттуда. Вижу. На ходу стрелять, естественно, не очень получается. Не, он уже мертв, по-моему. Да, явно. Союзники помогают. Союзники вполне помогают. Не надо в меня стрелять, чувак. Попадание в гусеницу. Нехорошо. Он двигаться, конечно, не сможет, но ему и не надо, потому что... Он оттуда вполне прекрасно в меня стреляет. О, техника уничтожена. Хорошо попал. Оттуда что-то куда-то стрелял, я видел. Не уверен. Видимо, отсюда нет обзора. Ну, судя по тому, что там что-то горит, видимо, оттуда уже ничего не стреляет. Ну, ладно. Самолеты наши. Хотя... Это не очень удачные самолеты, по-моему. Потому что это истребитель. Я не думаю, что от истребителя здесь много СМС-СВА. Он не может бомбить вражеские танки. Это наши стреляют или это не наши стреляют надо мной? Видимо, наши. Потому что вот там вот что-то взорвалось. А, не уезжай от меня, танк. Попадание. Думаю, стоит уехать. Да, Тигр-2, выезжай. Там-там все чисто. Прикрой меня. Ладно, я и сам могу. Принал попал. Ну, помощь в уничтожении противника. То есть его, видимо, добили. Это хорошо. А тут еще один заезжал за угол вроде бы куда-то. Он, скорее всего, либо сзади приедет, либо еще откуда-то. Я влезу сюда? Да. К счастью, то, что... Моя пушка внутри здания. Это не страшно. Критические повреждения. По-моему, я ему убил стрелка. Если это стрелок. Хотя нет. Судя по тому, что он крутит пушкой. Это был не стрелок, а командир какой-нибудь. Привет. Черт. Попадание без какого-либо серьезного урона. Попадание без какого-либо серьезного урона. Да хватит, чувак. Счастье, он на меня не реагирует. Счастье, на меня реагирует кто-то другой. Серьезно? Странная зенитка. Которая меня подожгла. И сломал мне двигатель. Окей, теперь я не могу двигаться. Так что мне нужно ремонт запустить. И следующие 70 секунд я стою здесь и ничего не делаю. И надеюсь, что меня не убьют. Но меня убьют. Потому что справа... Или это артиллерия в меня так попала? Может и артиллерия? Нет. Это танк. Но зато я настрелял неплохо всего за эту жизнь. Два ассиста и одно убийство. Так что я сейчас смогу что-нибудь заспавнить. Что-нибудь это... Если повезет, бомбардировщик? Да. У меня 986 очков. Бомбардировщик это вполне вариант. У него, конечно, рейтинг 2,7. Но полутонные бомбы это полутонные бомбы. Независимо от рейтинга. Главное, чтобы меня вражеские самолеты и зенитки не сбили до того, как я их сброшу. Но вроде самолетов не видно. Зениток пока что тоже не видно. Проблема зениток в том, что их видно в основном, когда они начнут стрелять. Да, вон, стреляет кто-то сюда. Но с такого расстояния зенитка до меня просто не достреливает. То есть в мою сторону летят снаряды. Но это совершенно не страшно. Но с другой стороны, когда я подлечу поближе... Когда я буду пикировать для того, чтобы бомбить... Это будет немножко больше проблемой. Также, естественно, это не аркадный режим. Так что вражеские танки мне не подсвечены. Если в них никто не стреляет, как вот там. Так что я не уверен, куда мне бомбить. Это тоже немножко мешает. Ну и также у меня нет никакого прицела бомбового. Который в аркадном режиме есть. Кто-то здесь был. Ладно, неважно. Кто-то вот там был. Ну, поскольку прицела нет, стоит бомбить... С низкого расстояния и все равно промачиваться. Ладно. А, истребители. Приехали. Чувак, лови. Вроде где-то близко попал. Нет, недостаточно близко. Не нанес урона. Где там этот истребитель? Куда-то делся. Либо его сбили, либо он занят моим союзником. Ну ладно, отбомбился. Теперь нужно лететь на аэродром. Перевооружаться. Опять же, еще одно отличие. Реалистика от аркадного режима. В аркадном режиме бомба респавнится. Через минуту или типа того. У меня, конечно, есть пулеметы. Но пулеметы против тяжелых танков, ну и средних танков, это не суперэффективный вариант. Еще одна точка захвачена противником. Мы потеряли преимущество. Ну, учитывая, что все три точки захвачены врагами, я, скорее всего, как раз перевооружусь и матч закончится. Но все же. Пробомбил я неудачно. В основном проблема в том, что я не мог найти цель долго. То есть обычно, если я издалека с большой высоты заранее вижу, куда мне бомбить, то у меня получается хорошо. Потому что это все-таки пикирующий бомбер, и из пике бомбить проще и адекватнее, чем просто так. Но при этом нужно заранее видеть цель. Потому что когда я уже снижаюсь, а там нифига не понятно, куда бомбить, не очень хорошо получается. Так. Получится ли у меня приземлиться? По-моему, я немножко быстроват для этого, но... Вроде бы все окей. Или нет? Неа, быстроват. Главное теперь не уехать с аэродрома. Ну правда, опять же, пока я взлечу и долечу обратно, матч закончится. А? Ну или... Или так. Все-таки быстроват. Хотя это... Это считается приземлением, и меня теперь починят и... Перевооружат, и я смогу взлететь. Забавно. Починят и перевооружат меня медленно. И опять же, я не смогу взлететь, потому что мы проиграем к этому моменту. Но все же. Меня починили, но не починили? Или что? Серьезно? Меня починили, но двигатель у меня сломан. Отлично. Наверное. По крайней мере, он не работает. Сброс бомб и торпед на земле невозможен. Но в любом случае, мы проиграли, так что какая разница. Если бы меня нормально починили, я бы как раз успел взлететь, оторваться от земли, и мы бы проиграли в этот момент. Но что поделать. Зато я получил что-то. Немножко денег. Окей. Немножко денег, это вариант. И 600 очков исследования, немножко всякой фигни. Ладно. Давайте я все-таки уберу тигра. Заменю его на что-нибудь... На что-нибудь что. Что у меня вообще есть, чтобы было 3,7 или около того. У меня есть штук. Но у меня под него другой экипаж приспособлен. Не хочу на этот раз деньги. У меня есть... Панцер 4 F2. В принципе норм. Потому что больше ничего подходящего у меня здесь нет. Ладно. Попробуем так. Панцер 4G, Панцер 4 F2. Почти одно и то же. У G чуть длиннее ствол, но меньше скорость, по-моему. В остальном одно и то же. Ну и в принципе они неплохи оба. И они оба мне на своем уровне нравятся больше, чем тигр на своем. Потому что... Тигру для хэви танка как-то очень не хватает брони. И пушки. Потому что всякие ИС-2, которые там... Ну ИС-1, допустим, которые с тем же самым рейтингом. Я их пробиваю довольно редко. Они меня ваншотят довольно часто. То есть такого, чтобы ИС меня не пробил, почти никогда не случается. Такого, чтобы он меня не ваншотнул, ну бывает иногда. Такого, чтобы я его пробил вообще. Ну изредка, если там в борт куда... Ну нет, в борт, да, понятно. Спереди почти никогда, пару раз может случалось. Чтобы я что-то сделал ИСу тигром спереди. Тем временем, они меня ваншотят просто почти каждым выстрелом. Хотя, казалось бы, и то, и другое. Тяжелые танки одного и того же боевого рейтинга. Ну ладно. Пантер-4, конечно, на своем уровне... Тоже ваншотится абсолютно всем. Брони у него почти нет. Но зато у него пушка такая, что... Я тоже ваншотчу почти все. Ну то есть, как бы, пушка у него слабее, чем у тигра, но на этих уровнях у врагов брони меньше. Плюс он меньше по размеру, быстрее и все такое. И вообще приятнее. Так, что мы, собственно, делаем? Куда мы едем? Зачем мы едем? Не уверен. Ну и также, да, на... На этом пазике у меня все анлоки есть. Или почти все анлоки есть, что тоже позволяет выживать немножко лучше. Потому что если меня что-нибудь сломают, я могу кинуть дым. И это иногда помогает. Панцером я пока... Э, не панцером, а тигром я пока что не могу кинуть дым. Потому что дым не анлокнут. Поеду-ка я отсюда, из центра. Не нравится мне это место. Также, да, когда я не в бинокле, я стараюсь быть вот в таком вот зуме с командирского места. Потому что просто, мне кажется, обзор лучше, чем просто от третьего лица. И плюс еще одна вещь важная. Это клавиша С, которая позволяет крутить камеру, но не крутить пушку. Для того, чтобы осмотреться, это вполне полезно. Так, что там происходит? Потому что там горящий... Панцер-4 был? Только что. Мне интересно, откуда его? Потому что я не хочу, чтобы меня так же. Там ничего не видно, вроде бы. Ну и там что-то взорвалось, вроде бы. По крайней мере, туда выстрелили, и один из врагов умер. Возможно, это, конечно, не связанные вещи. Но кто знает. Это не танк, это какая-то декорация. Я, зря, сюда выезжаю. Потому что здесь нет укрытий. С другой стороны, сюда выезжает вот эта вот хреновина. Она будет моим укрытием. Откуда ее? Откуда? Что? Не тушите ли? А, помахнулся. Привет, дым. Так, как так? Как я в него не попадаю? Объясните мне кто-нибудь. Ну ладно, допустим. Есть ли у меня очки на респаун? Чего-нибудь хотя бы. Ммм, зенитки только. Ну, поехали зениткой. На этом уровне этот зенитный грузовичок даже может танки как-то дамажить. Ну, или вот тот самолет. Он слишком высоко. Также даже если я с правильным упреждением буду стрелять, я ему ничего не сделаю с такой высоты. У меня просто не летят снаряды настолько высоко. А вот когда он будет снижаться... Рип дерева. Ну, попадание. Но попадания это недостаточно. В принципе, моя пушка может ваншотнуть самолет. Если удачно попасть. Но в данном случае я этого не сделал. И помощь в уничтожении противника тоже неплохо. Что? Что? Что это было? Кто бомбит? Он тот, чувак? Или это кто-то другой? И куда он теперь делся? Ага, вижу. Не уверен, он или не он. Но кого-то вижу. Хотя я далеко. Что-то он не сильно приближается. Привет, танк. Ну, я наношу какой-то урон. Ну, он тоже наносит какой-то урон. У него лучше получается. Но я его заассистил. Ура. Что мне убили? Механин поворота. Так что ремонт нужен. Зенитка не очень помогает, когда она не может поворачиваться. Но, к счастью, зенитка чинится быстрее, чем тигр. Ну и также, да, мне убили командира и... Кого-то еще. Заряжающего, может быть, какого-нибудь. Зачем технике столько экипажа, если двух человек достаточно? Не уверен. Успею ли я починиться до того, как он... Упс. Это не то, что я хотел открыть. До того, как он вернется. И вернется ли он вообще? Видимо, нет. Но починиться успел. Ммм, слишком высоко и далеко. И еще один танк приехал. Но зато у меня сейчас два асиста, так что, скорее всего, я могу заспаунить еще один танчик. Плюс всяких мелких бронегрузовичков. Их в основном все пробивает, не детонируя. Так что большая часть танковых снарядов просто прошивает меня насквозь, убивает там одного кого-нибудь из экипажа и летит дальше. Экипажа у меня четверо и нужно для того, чтобы работать двое всего лишь. Так что, видимо, для этого дополнительный экипаж. Чтобы, если кого-то убьют, было кем заменить. Мне, вроде, где-то здесь только что взорвали, нет? Где тот Шерман или что это было, который меня взорвал? Где там наша зенитка? А, во. Как он хитро. Техника уничтожена. М4А1, по-моему, Шерман. Или какой-то его вариант. Вражеские войска захватили точку. У большей части танков стрелок... Черт, как-то я вообще криво выстрелил. Стрелок расположен в левой половине кабины. Эээ, не кабины башни. То есть, относительно меня, если я в них стреляю, то в правой. То есть, мне нужно целиться правее по ушке. Чтобы убить стрелка. И чтобы обезвредить таким образом вражеский танк. У американцев... У большинства американцев наоборот. То есть, нужно целиться в левую половину. Ну, да. За убийство Шермана этого мне не дали. Достаточно очков, чтобы возродиться. Увы. Я, скорее всего, мог бы возродиться на зенитке еще раз, если бы я мог на ней возродиться еще раз. Потому что... Ну, как бы, если бы я ее уже не потерял. Потому что большая часть техники доступна один раз за матч. Ну, ладно. Вернуться в ангар. Ну, предварительный результат. Довольно печален, но это предварительный. То есть, мне потом еще докинут, когда матч закончится. Поехали еще разок в бой. И снова Восточная Европа. Ну, поехали захватывать точки. При спавне я еще там выбираю, сколько каких снарядов брать. И это, в принципе, слегка важно. Потому что, во-первых, у меня есть четыре разных варианта снарядов. И я могу их все четыре взять понемногу. Могу взять одного, только какого-нибудь много. Или еще что-то типа того. Ну, и в зависимости от того, на каком я танке, там разные варианты. То есть, у этого танка в текущем моем варианте, с текущими модификациями, четыре варианта снарядов, по-моему. Но, в основном, у немцев достаточно хороши их дефолтные снаряды почти на всем. Есть технику, у которой не дефолтные круче. Но есть ситуации, в которых не дефолтные круче. Кумулятивные на большой дистанции круче, потому что у них не падает пробой с дальностью. Но все же, в большинстве вариантов дефолтных достаточно. Сейчас у меня взяты дефолтные и немножко бронебойных на случай, если я встречусь с чем-нибудь, что нельзя пробить моими дефолтными снарядами. Тогда я могу перезарядиться, если проживу достаточно долго. И стрелять более бронебойными, но менее дамаговыми. Фактически повреждения. Заряжающий, наводчик, все такое. Он не может стрелять в ответ. Цель не была повреждена. Ну, во-первых, под углом, под неудачным выстрелом. Во-вторых, я не знаю, зачем я еще раз выстрелил ему в башню. Потому что в башне у него уже никого нет в данный момент. Я не стреляю, я хочу дождаться, пока он начнет слегка двигать. Ну, или так. Я хотел дождаться, пока он начнет слегка двигать башней. А, нет, цель не была повреждена. Потому что когда он начнет двигать башней... Значит, у него в башню залез еще один человек. И можно еще раз его убить там. Ну, ладно. Стрелок снова жив. Не надо в меня стрелять пулеметом. Хотя, надо в меня стрелять пулеметом. Потому что я могу выстрелить пушки туда, откуда летят пулеметные снаряды. Пули. Наверное. Наверное, пулеметные снаряды называются пулями. Там уже все кончилось. Так мне интересно. Возвращая часть терапевтических точек захвачена. Там наши. А, там не наши. Черт. Неудачно навелся. Надо объехать как-нибудь. Ха. Наша победа близка. Когда я в бинокле, я могу использовать левую кнопку, чтобы наводиться? А, ладно. Этого... Этого, возможно, вырубили. Внимание на указанный квадрат. Попадание. Он свечет там. И не только он. Еще попадание. Попадание. Я могу немножко... Нет, не могу артиллерии. То есть могу, но не уверен, куда. Ремонт танка не очень нужен. Когда мне снесли только двигатель, а стрелять я могу. И мне есть в кого. Ну ладно. Теперь можно и отремонтироваться. Так, что-то там происходит. Ну хотя там союзники происходят. Так что, наверное, уже ничего. Так что, пока что я остаюсь здесь и ремонтируюсь. Ух ты. Привет, зенитка. Нет, не привет, зенитка. Черт. Из прицела не было понятно, остановился он или уехал. Потому что заборчик. Ммм, вражеский самолет. Бомбит, но не меня. Там еще зенитка. А, вот и привет. Не зенитка. Что это вообще было? Какой-то АЦМК-2. Не, зенитка все-таки. Ну, вроде починился, можно и ехать. Куда-нибудь делать что-нибудь. Я вижу вражескую зенитку. Еще одна точка у нас. Преимущество на нашей стороне. Черт, это Ану, но она уезжает. Как хорошо он встал. Упс, так хреново я попал. Но, по-моему, он не заметил. Он слишком занят самолетом. Такая, наверное, дальность. Я снес ему кусок корпуса. По-моему, это ему не сильно повредит. Ладно. В общем, то, что я в самом начале говорил, есть дальномер и ввод дальности. То есть я могу, во-первых, нажать кнопку дальномера и через какое-то время мне покажут примерную дальность до того, что у меня в прицеле. 250 метров. И, во-вторых, я могу крутить колесо мыши, чтобы выставить дальность. То есть моя прицельная сетка смещается. Это позволяет удобнее стрелять на большие дистанции. Но, в основном, я все-таки стреляю на глаз, потому что замер производится за время. То есть я этим обычно пользуюсь, если я какое-то хорошее кемперское место нашел, где я могу долго сидеть и там на 800 метров или дальше стрелять по врагам. И планирую там сидеть какое-то время. Опс. Это нехорошо. Откуда в меня вообще прилетело? Не уверен. Ну ладно, починимся. Потому что выстрел может произвести... Не произвести, а привести детонацию или что-то типа того. В общем, по сути, мне так повредили пушку, что есть шанс, что у меня снаряд в ней взорвется, если я выстрелю. Это не убьет меня, скорее всего, но это, скорее всего, убьет пушку до конца, и чинить ее после этого будет дольше и хуже. Ну и плюс механизм поворота мне тоже сломали, так что целиться не очень удобно. Я могу, конечно, целиться поворотом корпуса. Это иногда помогает. Ага, вот там танк. Это, по-моему, не там. Но все же. Он, скорее всего, там вот появится. Или я могу сам объехать? Что где там происходит? Стрельба какая-то. Тут взорвали эту 34-ку. Это, по-моему, та же самая, которую я видел. Я, конечно, заеду на набережную, посмотрю, что там происходит. Но вряд ли там что-то серьезное происходит. Ну, по сути, мы выиграли. Мы их держим на спавне. У них, по-моему, сплошные самолеты сейчас, так что точнее они захватывать не могут. И у них всего лишь два человека живы сейчас. Я не совсем уверен, что все эти иконки означают, потому что парашют этот хрен его знает. И это значит, что он совсем мертв. Эти двое живы в каком-то варианте. Ну, уже нет. Парашют, видимо, это он сейчас мертв и может респавниться. А такой чувак, это он совсем мертв и не может уже среспавниться. Возможно, так. Ну, окей. Команда противника потеряла все свои машины. Ура! Вызывал артиллерию на себя. Две наземных цели уничтожены, два асиста, один захват. Ммм. Средний такой результат. Мало настрелял. Но зато исследовал что-то. Видимо, у меня не все было анлокнуто, а что у меня не было анлокнуто? Это зенитка. У нее у меня много что не было анлокнуто. Ммм. Зенитка, которая может вызывать артподдержку? Звучит по-наркомански. Я не уверен, что я купил. А, дымовые снаряды у меня не были анлокнуты. Окей. И теперь все открыто. Поехали еще один матч? Наверное, еще один матч. Нельзя же на победе заканчивать. Надо проиграть, не убив вообще никого. И тогда, тогда заканчивать хороший вариант. Ммм. Берлин. Наверное, моя самая нелюбимая карта. Ну, а что поделать? В бой. Ну и да, я в прошлом матче начал говорить про снаряды. В общем, можно их брать больше или меньше. От этого зависит, сколько их физически в моем танке находится. То есть, если брать полный боекомплект, то намного больше вероятность, что мне попадут в боекомплект и взорвут меня нахрен. То есть, если я нажму О, по дефолту, по-моему, то вот мои снаряды расположены сзади водителя и кто там еще спереди сидит. Если бы у меня было больше, они бы еще там по бортам были. Или что-то типа того. У Тигра, в частности, там 25 снарядов у него на днище лежат. Если больше 25 брать, то они по бортам, так что попадание в борт становится намного более смертельными. При том, что они и так довольно смертельные, учитывая, что брони у него там очень мало. Ну, на Берлине, скорее всего, все довольно быстро закончится моей смертью, потому что карта открытая и большая, так что стреляют со всех сторон непонятно откуда с километра. А смотреть во все стороны не получается. Ну, поеду за вот этим вот М-24. Буду надеяться, что он знает, что делает. Не уверен, что это вообще по классу. Вроде средний танк должен быть. Нет, чувак, ссори. Ничего особо не видно. Ничего особо не видно. Я знаю, М-18 есть всякие и М-10, по-моему. Самоходки американские довольно крутые. Брони нет вообще, зато быстрые и с хорошей пушкой. Привет, танк. Ну, не я его убил, но мы его убили. Уже хорошо. Это танк или это не танк? По-моему, это не танк. По-моему, это труп, который изначально здесь стоит по карте. Привет, танк. Фактически повреждения. Враг захватил большую часть стратегическим точек. Помощь уничтожения противника. Ну ладно. Там кто-то проезжал, но... У меня не было обзора нормального. Ну, значит, он, возможно, сзади нас пытается приехать. А, нет. Вот он. Чувак, выезжай. Я знаю, что ты там. Знаю ли я, что он там? А, вот он. За этим трупом... Тигра? Внимание на обозначенный сектор. Ну, я могу вот так вот сделать. Я, может быть, могу вот так вот? Нет, так я не могу сделать. Хорошо, он дождался его выстрела. Как я не попал? И как он не попал? Или что вообще с ним произошло? Что он в меня выстрелил, а мне вообще пофиг? Не пробил? Не попал? Не уверен. Это не он стрелял. Что за фигня? Видимо, не пробел. Минус двигатель у меня. Минус еще что-то у меня. Ну, надо ремонтироваться. Потому что минус еще что-то. Это минус пушка. И стрелять я сейчас не могу. Из-за этого не двигаться. Я могу крутить башней? К счастью, этот кромбель или что? Это меня вообще как-то очень хреново пробивает. У него два раза получилось. Но всего лишь два раза. Ну, серьезно, это сбило мне ремонт. Критические повреждения пулеметом. Окей. Как скажете. Что я ему там заряжающего и водителя пристрелил одной пулей? Забавно. Как насчет поймать артовстрел? Это опять сломал мне ремонт. Сраный по джоге. Ну, ладно. Ну, мне есть чем с респавницей. Сколько он снарядов на меня потратил? 30? 40? Откуда у него вообще столько? И почему мой союзник, который был рядом со мной, ничего не делал все это время? Ладно. Я могу заспавнить штуку. И, может быть, в этот раз что-то удачнее разбомбить? Я думаю, стоит немножко набрать высоту. Так, ну я вижу у них зенитку. А они берут, так что, ну, явно кто-то есть. Так что, может быть, там я смогу помочь. Еще одна точка захвачена противником. Мы потеряли преимущество. С другой стороны, атак расположено, что она за зданием относительно меня. С другой стороны. Нормально. Помощь в уничтожении противника. То есть его все-таки добили? Он, скорее всего, был на А. Да, а мы берем назад. Никого не вижу. Тут прям вообще никого. О! Возможно, я зря так. Да, этот бомбер явно не предназначен для таких маневров. Большая часть терапевтических точек захвачена. По крайней мере, пока у меня бомбы есть. Потому что, когда я их сброшу, маневренность сильно повышается. Еще одна точка. Но полторы лишних тонны... Немножко мешают делать всякие маневры. А, нет. Рип. Ну, не побомбил. Странные истребители. Кто вообще берет истребители в этот режим? Типа, ой, это режим про танки. Давайте я возьму истребитель, который не может стрелять по танкам. Что? А, почему нет? Штух. Или как она называется? Вот у него аккумулятивные снаряды. Сильно круче, чем дефолтные. Потому что у них и пробой брони больше. И... И взрываются они мощнее. Ну, проблема в том, что это вариация штуга, которая... Как танк, только стреляет только вперед. Это немножко мешает. Потому что приходится, во-первых, поворачивать на противника. Во-вторых, по сути, если мне снесут гусеницу какую-нибудь, после этого я не могу целиться. Ура! Ну, и каких-то особых плюсов на этом уровне у этой техники нет. По сравнению с танками. Потому что пушка... Ну, у этого конкретно пушка покруче, чем у танков. Но у штугов, которые просто... Которые с G на конце, а не с H. У них примерно такая же пушка, что и у панцира 4. Единственный плюс, что они чуть-чуть поменьше... Поменьше по размеру, потому что у них башни нет. Но при этом броня примерно такая же. Пушка такая же. Стреляют только вперед. Пулемета нет. Смысла-то уже особо нет. Привет, бомба. Видимо, нет. Враги вообще еще есть? Живые на земле. Или только самолеты? Надо было зениткой спамить. Ну, хотя бы в отличие от вот этого вот Мардера, которого справа от меня только что убили, хотя бы у меня есть броня сверху и сзади, и не только спереди, потому что это... Мардер, это примерно такая же хрень, но с башней, во-первых, по крайней мере, частично он поворачивается, но, во-вторых, у него открытый верх, так что только что самолет его пулеметами убил. Ну, видимо, все-таки мне не пострелять из этой хрени. Самолет, лети сюда. Он летит отсюда. Увы. Ну, хотя, может быть, он развернется и будет лететь сюда. Я смогу его сбить пушкой. Учитывая, сколько там наших истребителей, скорее всего, мне не дадут его сбить пушкой. Ну, и к тому же он не сюда летит. Не знаю вообще, насколько... Насколько реально сбивать самолеты пушкой, но если реально, то, думаю, только в той ситуации, когда он прямо на меня летит. Ну, или прямо вот меня. Теперь он, видимо, вообще никуда не летит. Ну, там какая-то стрельба. Ну, уже не какая-то стрельба. А-34-ка наш панцер убил. Судя по тому, как здесь все взрывается, ее сначала наш панцер убил, потом на нее еще пару полутонных бомб сбросили. И артиллерию. Привет, вражеский спаун. Я не знаю, зачем я здесь. Особенно так открытый на этой хрени. Потому что, если, допустим, я целюсь сюда, а вражеский танк заспавнится там, ему в меня прицелиться будет быстрее, чем мне в него. Потому что у него есть башня, а мне нужно всю свою хреновину поворачивать. Но, по-моему, у них не заспавнится танк. Хотя. Ну, танков не видно. Видимо, он снова заспавнился на самолете. Не, ну, в принципе, что ему еще делать? Самолет, конечно, не сможет взять точки, но самолетом он, по крайней мере, кого-то убить. Возможно. Сумеет. Потому что танкам явно нет. Поскольку... Ну, хотя, не, его спавнить империод всего лишь два. Две наших сау. Так что, в принципе, если удачно заспавниться, можно и отбиться. Но... до точек он доехать не успеет в любом случае. Ну, ладно. Четвертое место, два ассиста. Ноль убийств, две смерти. Таким образом, четвертое место? Не ясно. Но все же. И 900 поинтов. И это чуть-чуть приближает меня к следующему танку. Основная проблема вар тандера в плане его прогрессии, скажем так, в том, насколько медленно все анлочится. То есть, чтобы анлокнуть следующего тигра, мне нужно 54 тысячи очков. За очень удачный матч я получаю, может быть, тысячу. То есть 54 очень удачных матча. Или больше сотни среднеудачных. Или там несколько сотен таких, где меня просто убивают и все. И потом на этом тигре еще нужно будет анлочить всякие разные его куски. В общем, гринда много. Увы. Ну, что поделать. В общем, да. На этом все тогда, наверное. Вартандер веселый. Тигр не очень веселый. По крайней мере, пока что. Ну и юнтерсом я ни в кого так и не попал бомбой. Ура. На самом деле я умею бомбить, но... Не всегда. Ладно. В общем, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.